Всем доброго времени суток! Сейчас сделаю очередное видео с новыми брошками. И опять мне повезло купить лот серебряных брошек с филигранью. Брошки роскошные. Но сначала я вернусь немного назад. В прошлом видео я показала вот эту брошку. Вот эту брошку. Я надела перчатки сегодня, потому что все-таки серебро. И я его почистила. Правда, вот здесь я не все почистила. Но вот эта брошка, например, уже чистая. И чтобы опять не замусолить ее руками, чтобы не потемнело серебро снова, я решила ими воспользоваться. Так вот, я показывала маркировку у этой броши. Покажу ее снова. Итак, буква. Буквы М, О. И я нашла. Автор, дизайнер этой брошки. Марк Арнейт. И в интернете продают другие украшения с его же маркировкой. Правда, продавец не каждый раз указывает, что это именно его украшение от Марк Арнейт. И только по маркировке можно определить. Я нашла уже очаровательное кольцо. Очень хочется его прикупить однажды, но не сейчас. Ой, так, уберу в сторону. Итак, вот этот лот я купила одновременно, кстати, с брошками с марказетами и в тот же самый день. И от одного и того же продавца. Так что мне повезло еще и скомбинировать отправку. То есть в одной посылке получилось дешевле на 10 долларов. Так вот, начнем вот с этой рыбки. Вот три брошки в этом лоте очень сильно отличаются от других. Они, во-первых, сделаны в одной плоскости. Они не 3D. Вот такая рыба. Это рыба Кои, по-моему, называется. Золотая рыбка. Вот у них такие хвостики. Так, я думаю, что это очень старые брошки. Я даже и не смогла толком очистить. Вот видите, дырка до такой степени. И все. Ну, очень уж как-то добиваться идеальной чистоты я от них не стала. Потому что они и так очень-очень деликатные. Поэтому и старые, чтобы не испортить ничего, я уже и не стала их добивать. Вот такой замок. Совсем какой-то простой. И никакой маркировки, естественно, на этой брошке нет. Еще раз покажу поближе. Ой. Вот такая рыба. Я не знаю, может переворачиваю, да? Нет. Нет, я уверена, что вот так глаз сверху. Вот такая рыбка. Дальше. Вот еще одна птичка у меня завелась. И я думаю, что это ласточка. И тоже она такая же в одной плоскости. Думаю, что тоже очень старая рыба. Ой, птичка. Такой же у нее простой замок, крючок, застежка. Очень помятая игла. Ну, птичка хорошенькая. Я уже, по-моему, когда-то говорила, что у меня нет брошей с филигранью. Это вот буквально первые. Так. Ой. Осторожно. Ну, что ты. Так. Вот еще одна такая же плоская брошка. Здесь, я думаю, птица. Это ее хвост. Здесь поднятое крыло. Это ее тельцы, лапки. Вот здесь вот выглядывает. А вот это головам. С красивым перышком на ней. Клювик вот. Такая птичка. И я хочу думать, что это петушок. Так. Но все равно брошка. Ой, интересная. Так. Ну, а теперь хочу показать вот этот цветок. Посмотрите, какой красивый. Ну, теперь у нас пошло 3D. Как видите, все эти брошки серебряные. Я уже говорила. Вот такой вот очень красивый. Нежный ажурный цветок. Выглядит очень легко. Смотрится очень легко. Имеет маркировку. Но мои. Сейчас я вам поднесу. Ой, давайте так сделаем. Итак. Сейчас попробуйте прочитать маркировку. Так. Я вижу слово стерлинг. И... А больше я ничего прочитать не могу. Но зато вы должны прочитать. Потому что я вижу, как будто есть фокус. Так. Маркировать эти брошки, видимо, начали уже как-то позже. Я боюсь прикасаться к этой брошке. Я имею ввиду почистить ее. Поэтому она у меня такая вот... Вот. Даже с патиной. Ну, боюсь. Потому что... Вот это вот желтое, скорее всего, серебро... Ой. Золото. И поэтому... Сорвать его совсем не хочется. Вот. Такой красивый цветок. Ай-яй. Ой, красота. Страшная сила. Вот одна бабочка. Из двух. Давайте я ее так закрою. Камера. Фокусируйся. Вот. Красивая бабочка. Сразу видно, что вот эти... Последние... Вот то, что я только что показала. И это. Украшения уже не такие старые, как предыдущие. Здесь наверняка тоже есть какая-то маркировка. Так. Не знаю. Но булавка... Я вот сейчас покажу вам, что за булавка здесь. Вот такая булавка. И вот если там что-то... Маркировка ли? Нет. Похоже, что нет. Нет маркировки здесь. Вот такая вот бабочка, которая крылышками бяк-бяк-бяк-бяк. Так. Еще одна. Смотрите. Смотрите, какая нарядная бабочка. Красивая. Но филигрань сама по себе такая техника, что не делать бабочки, цветы, птички, ну просто невозможно. Так. А здесь вон какой замок. Кстати, у меня это первый. Первый замок такой вот. Ой, а как тебя... А как это? Ага. Есть ли маркировка? Так, кажется, есть. Кажется, есть маркировка. Сейчас закрою. Ой. Вот. Должна быть вина. Вот. Вот такой замочек первый раз. Ой. Первый раз вижу. Ну здесь, конечно, тоже участвует золото и... Ну и, естественно, серебро. Так. Ну и вот совершенно роскошная брошка. Только посмотрите на это чудо. Роскошная, правда. Кстати, здесь еще и эмаль участвует. Вот в центре цветка я вижу покрашено. И... Видимо, либо белым красили, либо серым. А здесь на листьях также виден золотистый оттенок и голубой, кажется. Либо зеленый. Да, зеленый. Он при этом, он еще и перламутровый такой. Я не знаю, было ли это задумано автором, либо это сделали предыдущие хозяева. Вот какая большая крупная брошь, посмотрите. Ай, красивая такая. Это что-то. Так. Изнанка. Где маркировка? Эту брошку я не чистила. Я сказала, что я боюсь испортить. Маркировки нет. Никаких опознавательных знаков. Ну что же, вот. Вот такая. Такие вот брошки. А теперь всего доброго вам. Будьте здоровы. Пока-пока.